Здарова всем, ребята! Кентуха на проводе, и прямо сегодня я вам расскажу абсолютно всю информацию про обновление. У меня её так много, вы даже не представляете, поэтому я просто был обязан снять данный видеоролик. Поэтому, ребята, если вы тоже ждёте обновление, прямо на секундочку прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Потому что прямо сегодня я вам расскажу абсолютно всё. Дата выхода обновления, информацию от разработчиков про обновление. Я вам расскажу просто всё, поэтому, ребята, я уверен, вам это видео понравится. Заварите чайочек, берите конфетки, кайфуйте, наслаждайтесь. Но самое главное, я ещё вам хочу подарить промик, настоящий рабочий промик. И чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо просто посмотреть все видео от начала до конца, без примоток. И я в этом видео запрятал буковки. Ты эти буковки соединяешь и получаешь настоящий рабочий промик. Тебе не послышалось. Ну что же, а мы приступаем к видео. Я вас понимаю, вы сейчас скажете, кьё-то пока очередной кликбейт. Нет! Знаете почему? Да потому что я прямо сейчас зашёл в клан разработчиков, что я вижу сезон номер пять. Ну и это далеко не всё. Я схожу в каждый профиль, я вижу сезон номер пять. Я тут вижу сезон номер пять. И тут я тоже вижу сезон номер пять. Как же это непредсказуемо. А теперь давайте посмотрим, что же сами разработчики говорят касаемо обновления. Разработчики нам говорят, конечно же, немного, но тем не менее мы точно знаем то, что переработают режим аркаду. И вместо режима аркады будет режим против всех. Что же это такое, вы у меня спросите, ребята. Прямо сейчас я вам всё-всё-всё расскажу. Теперь, каждый раз, когда вы кого-то мочите, вы получите плюс дополнительных там двадцать или тридцать хп. И в итоге вы сможете сыграть в режим аркаду без единой смерти. Потому что если вас будут стрелять, вы будете мочить кого-то других и будете себе тем самым регенить хп. И получается будет новый режим под названием против всех. Сразу у всех всплывает вопрос. Слушайте, НТПК, а как понять режим против всех? Это означает, что будете только вы один и будете мочить всех, кого видите. Но теперь возникает вопрос, а какие же будут у всех скины? Потому что раньше же было две команды, и сейчас получается кажется за себя. А получается, что возможно разработчики добавят новые скины специально для этого режима. Я очень сильно надеюсь, что так и будет. Поэтому мои любимые, уважаемые разработчики, хотя бы сейчас, не подкачайте. Ладно, не делайте уже этот долбанный течит. Но я вас умоляю, я вас прошу, добавьте новые скины. И я сейчас не про голпас, я про скины на персонажей. Посмотрите на эти два замечательных пистолетика под названием Дуал Берета. Что же это такое, ребят? Это береты, и эти береты разработчики планируют добавить в версии 0.6.0. Потом они так подумали и добавили G22. И сейчас они обратно хотят добавить Дуал Береты. Я очень сильно надеюсь, что мы сможем играть с беретами. Просто представьте, как же это было бы круто, как же это было бы классно. Но есть одна небольшая проблема, то что Дуал Береты, например, в КС, они наносят очень большой урон. Поэтому, скорее всего, Дуал Береты будут стоить 800 долларов. Поэтому я даже не знаю, кто их будет покупать. Ну и, ребята, как вы понимаете? Это необычное видео, что я его снимаю, лишь бы просто потрындеть. Прямо сейчас я вам расскажу жесткий инсайд от разработчика. Первый начальник этой информации, это Global News. И именно в этой группе опубликовали ответ разработчика. Давайте посмотрим. Разработчик сказал, большое спасибо, что ждете обновления. Как непредсказуемо. Конечно же, мы его ждем, блин, уже полгода. Оно будет огненное. Трейлер, естественно, тоже готовим. И скоро он уже выйдет. Очень скоро. То есть, это означает, что трейлер будет прям из-за дня на день. То есть, возможно, трейлер выйдет прямо завтра. Поэтому, ребята, если вы тоже ждете, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Также, ребята, он намекнул, что будет переработана карта провинция. Также будут добавлены берецы. И еще добавят коктейль молотова. Вы вообще понимаете? Коктейль молотова в стендуфе. Если честно, я до конца не верю. Я даже не представляю, как оно все будет греть. Как будет выглядеть вся эта графика. Обновление будет огненным. Значит, будет очень много огненных скинов. Поэтому, ребята, очень сильно надеемся и ждем. Хаю-хай, с вами Ивангай. Ну что же, уважаемые подписчики. Вам всем интересно, а какой же будет новый ножичек, да? Вы все понимаете, что если выбирать Скорпион кейсик, то на его место добавляют новый кейсик. А в новом кейске что? Новый ножичек. Поэтому, ребята, знакомьтесь. Новый итальянский нож под названием Шляпито. Почему именно Шляпито? Не спрашивайте. Я просто сам принял такое название. Я не знаю, как он будет называться. Он будет выглядеть примерно вот так вот. И если оценить его по красоте от минус пяти до нуля, то я бы твердо поставил ноль. Мне такой нож не нравится, но чисто по фану я бы его купил. Ах, да, кстати, кто не в теме, давайте немножко поговорим о новом кейсике. Перед нами, ребята, находятся четыре кейсика. Какой же из них удалят, спросите вы? Ответ крайне прост. Посмотрите на экран. Это, конечно же, Скорпион Кейсик. Знаете, почему именно его? Да потому что разработчики даже добавили акцию. Типа, успею купить Скорпион Кейсик по скидке. Что же это означает? Это означает, что Скорпион Кейсик очень скоро удалят. И потом его можно будет купить только на рынке. И вся Скорпион коллекция подрастет. Но! Вот прям 100% вам никто не скажет, что Кейсик удалят. Но я скажу вам так. 80% что удалят Скорпион Кейсик. И 20% что разработчики всех перехитрят и удалят Фейбл Кейсик. Но лично я, я куплю и тех, и тех Кейсиков. Как же приятно, что в прошлом году никто не верил, что удалят Рейбл Кейсики. Но Кента пока их закупил. И знаете что? Я теперь сказочно богат. Потому что они подорожали 4,5 раза. И вы посмотрите, насколько же у меня их много. Я теперь богат. И в этом году я тоже закуплюсь только уже Скорпион Кейсиками. Но не только это. Я еще, ребята, вам всем советую закупать Рейбл Сикерпаки. Потому что я практически уверен, что именно в этом году их должны убрать. Потому что Рейбл Сикерпаки есть в игре уже более двух лет. Поэтому я думаю, что в этом году их точно уберут. Но я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность закупить так же самое Рейбл Кейсиков, как и Кента ПК. Поэтому, ребята, специально для вас есть Болл Дропчик. На Болл Дропе вы сможете поднять топовый дроп. Тем более там вышел недавно Болл Пасс. В который можно получить кучу халявных ножичков. И помимо всего этого, в комментариях есть промик на халявную голдишку. Потом, братик, действуй. Ну а сейчас самое приятное. Это, ребята, лучшая реализация обновления 0.23.0. Давайте смотреть. Первое, что я вижу, это ежедневные награды. Как же это круто. Так, зашел, получил серебро. Зашел 4 дня, получил бокс. Зашел 14 дней, получил специальный пропуск. Ну а давайте смотреть, что же будет еще интересного видим. Так, внимательно смотрим, внимательно смотрим. Так, я вижу Голл Пассик. Все по дефолту я вижу зеленые ники в игре. Очень прикольно. Дальше я вижу миссии. То есть ты выполняешь миссии, получаешь награды. И эти награды не только серебро, а может даже быть и голдишка. И смотрите, если мы нейтрализуем 80 противников, то мы получим какую-то награду. И видите, там где награда, там знак вопроса. Я думаю, что это какой-то брелок или какая-то наклейка или еще что-то такое. Давайте смотреть, а ну-ка. Тринкер Гуль. Обалдеть, это новые брелки, что? И возможно с этими брелками можно будет даже продавать скины. То есть теперь на скинах будут не только наклейки на рынке, а еще и эти брелки, тринкеры. Окей, нормально, окей. Погнали дальше, метрулю, блину, работаем. Так, можно осмотреть, можно подвигать, можно покрутить. Да ты ж, красноточка-то какая. Ребята, лайк за это, лайк-то тоже ждет. Давайте смотреть. Также есть, ребят, смотрите, тикет на Create Map. Что же это такое? Это билетик на создание карты. Вы скажете, Кен, что это такое? Это, ребята, это мастерская. То есть ты можешь сам создать свою карту. И потом на этой карте всему поиграть я. Сможешь поиграть твой друг. Сможешь поиграть кто угодно. Это было бы нереально круто, потому что можно было бы добавить какие-то мини-игры. Можно было бы добавить прятки. Можно было бы создать какую-то нереально гигантскую карту. И это все вы могли бы сделать сами. Поэтому, ребята, если разработчики добавят мастерскую, это было бы просто великолепно. Но, к сожалению, мне кажется, это всего лишь в наших мечтах. И это всего лишь концептик. И потом, смотрите, потом, когда мы создаем карту, у нас в инвентаре есть вот такое. Мир без названия. Обалдеть. И мы можем нажать кнопочку играть. И если мы нажимаем кнопочку играть, то, по идее, мы прямо сейчас в нем окажемся. Посмотрите. Мир без названия. Обалдеть. Вот это прикол. Выбираем команду. И мы оказываемся на нашей созданной карте. Посмотрите. Да, это та самая карта. Посмотрите, перегородка по центру карты. Пожалуйста, разработчики, если хотите, я могу стоять даже на колени. Только, только недолго. Ну, там, секунды на две-три. Ну, добавьте кастомные карты. Это мечта всей моей жизни. Также, ребята, как мы видим, появляется отдельная вкладка мастерская. И если вы на нее нажимаете, то вы видите, что вы сможете поиграть на чьей-то карте. Но если, например, хотите создать сами свою карту, то вы покупаете билетик Create Map. И сами создаете карту, как только что я вам это показывал. Просто представьте, какой же это разнос. Создать свою карту. Или поиграть на чьей-то карте. Что же будет тут? Мне очень интересно. А это серф. Это серф стендов. И вам не показалось. То есть вы так серфите, проходите всю карту. Просто прикиньте, если бы я делал какое-то разговорное видео. Я бы прошел бы серф и на фоне серфа разговаривал бы вместе с вами. Вау, ребята, как же это круто за это лайк. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Пожалуйста, прожмите лайкусик. Обязательно. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите, что из обновлений вы ждете больше всего. И не забывайте подписаться на мой телеграмщик. Потому что там я раздаю каждый день промики. Ну что же, всем удачки. Всем пока. И, кстати, да, кто напишет больше всего комментариев, тот получает лично от меня 500 голдишки на халяву.